Уважаемые коллеги, для разработки кроссворда существует очень большое количество всевозможных инструментов. И мы с вами рассмотрим только некоторые из них. Итак, первый сервис, первая у вас ссылка. Посмотрите, вот такой незатейливый сайт. Но, если мы с вами вводим, пусть даже до 20 слов, у нас с вами появляется многовариативность. Итак, ввели несколько слов. Нажимаем создать. Смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Смотрите, еще, пожалуйста, смотрите. То есть, чем больше слов, тем больше у нас всевозможных вариантов для наших кроссвордов. Далее, мы с вами наводим курсор на нужный нам кроссворд и есть сохранить таблицу или сохранить картинку. Если мы с вами нажимаем сохранить таблицу, то на самом деле мы с вами скачаем вордовский документ. Вот, что он собой представляет. У нас с вами и сетка для заполнения ключей. И ссылка на разработчика. Таким образом, мы можем с вами скачать все остальные кроссворды. В том количестве, сколько вариантов вам необходимы. Ну вот. Итак, мы с вами в первое окно добавляем слова. И нажимаем создать. Можно еще раз нажать. Здесь вариативность, видите, появляется в случае нажать. Так, ну и что мы можем сделать? Мы можем с вами скачать. Как заполненный, так и пустой. Вот такой кроссворд у нас с вами будет. Сетка и вопросы. В данном случае вопросы мы с вами не придумывали, да? Но это как раз и отметка нам, что вместо слова «богатырь» нужно будет набрать сам вопрос. Это могут быть и слова для перевода. Еще один русскоязычный интересный сервис – это фабрика кроссвордов. В общем, это само название уже говорит само за себя, да? Здесь, что хорошо, очень подробно все расписано, как работать. То есть, есть алгоритм. Можно нажать «Подробнее», и вы увидите вообще, как пользоваться этим сайтом. По шагам все расписано. Ну, а принцип такой. Мы с вами здесь нужны рисовать непосредственно слово «теремок». И вводим. Пока я не веду определение, слово будет красным. Определение ввели, слово стало черным. Если нам надо ввести еще какое-нибудь слово, ну, например, «ком», то обратите внимание, выделяется обязательно первая буква. Слова можно не обязательно вводить, да? Посмотрите, слово есть, я могу им воспользоваться. Так, ну, и так далее. То есть, единственный минус, да, это, что самому надо делать эту сетку. Можно уменьшать количество клеток, да, можно увеличивать. Сохраняем. Как только вы сохранили, у вас появилась возможность, во-первых, дать имя вашему кроссворду. Во-вторых, вам нужно запомнить вот эти вот две ссылочки. Еще раз обращаю ваше внимание, редактирование. Это у нас первая ссылка, да? И вторая, если вы решили, допустим, своим ученикам дать возможность поотвечать на ваш кроссворду, потренироваться в плане лексики. Ну, и после сохранения нам с вами доступна и версия для печати. Посмотрим непосредственную программу для создания кроссворда. Вот, и программа эта, конечно, не бесплатная, но у вас есть возможность попробовать создать эти кроссорды абсолютно бесплатно, вот, супер кроссорды. Вот, мы будем бесплатно. Итак, обратите внимание, здесь очень большое количество различных упражнений, да, то есть мы можем создавать не только кроссворды, да, но и другого типа игры. Ну, вот, мы пока с вами с кроссвордами разбираемся. Итак, вкладочка Step 1, да, то есть шаг 1, что мы делаем? Мы должны написать какое-то слово и к нему определимое. Добавить. Смотрите, по мере ввода слов у нас меняется и сетка. Второй шаг, это настройки, видите, все это вы можете корректировать и смотреть, как это будет отображаться. Ну, и третий шаг, распечатать. А в нашем случае печатать, как удобно. В принципе, там может быть картинка. Вот, видите, тут купить, его на это не обращать в него, не будет экспорт. Идет процесс. И вот наша картинка. Как видите, первая, вторая страница. Если вы желаете продолжить, вернитесь на шаг 1 и продолжайте набирать слова. Итак, еще раз. Шаг 1, слова, да, и меняется у нас сразу сетка. Второй шаг позволяет нам настроить эту сетку. Ну, и третий распечатать. Если мы с вами нажимаем именно здесь «Просмотр», то, видите, здесь есть и первая страница, да, вторая вот мы и сразу видим. Ну, и если, допустим, все посмотрели, и довольны, нажимаете «Принт» и «Принт симпом». И тогда ваши два документа можно будет распечатать. На этом я обзор заканчиваю. Как видели вы, непосредственно в презентации инструментов для разработки, еще раз повторяю, очень большое количество. И ссылки на, ну, самые, так сказать, популярные сайты, которые предлагают либо программы, либо интернет-сервисы, предложены именно в презентации. Пробуйте, экспериментируйте. Удачи!